Рисуют любовь. Благотворительная акция по таким названиям состоялась в Москве. Она приурочена к Международному дню детей больных раком, который отмечается сегодня. Маленьким пациентам столичных клиник было предложено нарисовать любовь, какой они ее видят. И как выяснилось, юные художники умеют подмечать и радоваться вещам, которые большинство взрослых уже давно считают обыденными. В этом смогла убедиться и корреспондент Первого канала Екатерина Кочур. Дети рисуют любовь. Перерывы между курсами химиотерапии, между приступами мучительной боли. Для кого-то это смешная абракадабра, но для мамы Замеда Джамаева – самая чудесная картина на свете. Ведь у ее сына с опухолью мозга и позвоночника, как правило, дрожат руки. И лишь временами, когда ему становится легче, он придумывает свой волшебный мир. Я рисовал дерево, этот, лягушка, лошадки, море. Ангел, и там свечи, и огонь. Как я понимаю, любовь. Ангел Маши Дятловой очень серьезный. У него трудная работа – хранить жизнь девочки с тяжелым заболеванием крови. Еще 15 лет назад Машин диагноз апластической анемии, болезнь стволовых клеток, считался смертельным. Сегодня в 80% случаев дети выживают. Но нужны лекарства. Цена самых дешевых из них – 800 долларов за упаковку, которой хватает на три дня. Именно поэтому сегодня рисунки Маши, Замеда и других детей продаются. Они стоят столько, сколько люди готовы отдать за любовь, нарисованную больными детьми. Когда человек, ребенок без друзей, без сестер, без братьев, находится в чужом городе, в больнице, то, конечно, они острее чувствуют любовь. Поэтому каждый новый волонтер, каждый друг, врач воспринимается как объект, который может этой любовью одарить. Когда эти малыши замечают актрису Чулпан Хаматова на экране, они кричат «Наша! Наша!». Но гораздо чаще дети видят ее в своей палате. Основатель фонда «Подари жизнь» Чулпан старается как можно чаще устраивать больным ребятам такие междусобочики с участием своих друзей-актеров. На этот раз волшебную сказку читала актриса Анастасия Заворотнюк. Не все надо делать то, что нужно тебе. Иногда нужно забывать про себя и делать то, что нужно кому-нибудь. И радоваться, и получать удовольствие именно от этого. На прощании баночки с краской, куда можно окунуть пальцы целиком и нарисовать одну на всех мечту. Пронзительно яркое солнце и лица, не скрытые стерильными масками. Для больных раком детей это особый счастливый знак. Конец лечения и победа над недугом. Екатерина Кочур, Михаил Новицкий, Первый канал.